Есть, конечно, пара способов, но это не точно. В основной игре вам бабло практически не на что тратить, в дополнение каменные сердца появляются зачарования, но и на них особо не растратишься, если знаешь что и как зачаровывать. Самые большие траты это создание гроссмейстерских сетов в тусэнте и их последующая полная зачаровка, но лично мне на это денег хватило, пускай и полностью при этом опустошив мою казну. Ну а если честные способы не для вас, то есть несколько вариантов упрощения заработка. Во-первых, это тройка модов на увеличение выпадающего лута, его автоподъем и увеличение лимита весом. О каждом из них я уже рассказывал подробнее, но ссылки и названия оставлю в описании. Это хоть и читерские моды, но не совсем порчащие впечатление от игры. Есть, конечно, и другие моды, более читерные, но тогда уж лучше воспользоваться одним из следующих способов. Например, классическими багами и гличами на бабло, которых, несмотря на финальную версию игры, еще достаточно много. О некоторых из них я рассказывал в отдельном видео, ссылка в описании. В-третьих же, всегда можно прибегнуть к консоли разработчиков или стороннему софту, например, Артмани, которые просто добавят тебе немного бабла. Но на мой взгляд, это далеко не самая лучшая идея для первого прохождения. Такие манипуляции обычно убивают полностью интерес к игре. Будьте осторожнее. Надеюсь, я вам хоть немного помог, а значит, видео заслужило лайк, а я подписку на канал. Впереди вас ждет еще много ответов на самые распространенные вопросы по Ведьмаку от зрителей этого канала. Свои вопросы крайне рекомендую задавать в чатике в Телеграме, ссылка также в описании. Там и с ответом быстрее помогут, и мне проще будет следить за всем этим. Ну а на этом у меня точно все. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok